Добрый вечер, уважаемые зрители! Сегодня у нас вдогонку к предыдущему видео, которое было посвящено бизнес-ролям на проекте. Видео, в котором я порассуждаю о типичных ошибках проектов внедрения. Подуктовая разработка, если будет, то отдельным видео, поэтому говорить будем про внедрения. Какие бывают типичные ошибки? Типичная ошибка первая – путаница ролей. И очень частая ошибка, когда у нас все делают все. К сожалению или к счастью, природа или Бог, или не знаю кто, создал нас, создали разными. У всех у нас разные компетенции, разный жизненный опыт, разные умения и навыки, и разные, как следствие, сильные и слабые стороны. Нету двух людей, обладающих похожими компетенциями, на самом деле. Есть близкие какие-то, но не до конца. Обычно я выделяю несколько типов мышления. Это логические, аналитические, стратегические, творческие, как сейчас называют, креативные. Может, и щетки-то есть. Но у людей вот эти типы мышления в основном встречаются в разном составе, в разной концентрации. Соответственно, они в разных сферах бывают продуктивны. На самом деле, вы уже сталкивались с этой аномалией. Это история о том, как программисты 1С орали на пользователей. Да, и это абсолютно нормальная ситуация, уважаемые пользователи. Абсолютно нормальная ситуация, когда у вас на вашей работе программисты 1С орут на вас. Объясню почему. Во-первых, первая проблема, с которой, на самом деле, они сталкиваются. Они до конца не понимают бизнес. У них совершенно другая готовка. Нужно, если что-то прочитали, что-то выучили. Все равно, они не понимают, зачем вы делаете то или иное, что вам нужно. Вас они не могут, не хотят. В общем, между вами пропасть. Второе, что может послужить причиной вопли программиста 1С. Надо кодить. Вы не поверите, уважаемые пользователи, но программист 1С. Три четверти рабочего дня рассказывал вам, как работать в программе. Тратил на вас время, занимался вашими мелкими проблемами. А у него еще стоит задача от его руководителя. От собственника, от директора, от руководителя отдела, IT-отдела. И вот эту задачу он будет делать либо после конца рабочего дня на работе, либо из дома. Либо не будет делать и получит по шапке, потому что вы же скажете, что почему-то не сделал, ты говорил, что тебе нужно 2 недели. Не важно, что, собственно, из этих 2 недель он основное количество времени занимался поддержкой. Вас. Вместо того, чтобы заниматься, собственно, технической работой, которой должны заниматься другие программисты. Надоело. Также проблема, которая возникает на проектах, когда программист за днем в день делает печатные формы и отчеты. Он не программирует, он, собственно, в конструкторе конструирует одно и то же каждый день. Повторяющееся задание. Обычно, в общем-то, эта проблема, как я уже сказал, возникает в том случае, когда на программиста вешают обязанности аналитика-консультанта. Ну, пока консультанта. Пока консультанта, да? Вот. Вторая проблема. Ну, все, они близкородственные, поэтому я буду трясомать. Давайте назовем так. Иду туда. Зачем сюда. А это когда на программиста 1С сверху повесили обязанности аналитика. В итоге он должен разбираться с бизнес-процессами, бизнес-требованиями, пытаться как-то это все реализовать в системе. И результат. Вам сделают все, что угодно, кроме того, что нужно для бизнеса. Если это и вдруг произойдет, то есть вам сделают то, что нужно для бизнеса, то это, уважаемые друзья мои, случайность. Либо ваш программист 1С, это человек, который пришел в эту сферу из бизнес-аналитики. Такое за всю свою жизнь я не видел ни разу, но слышал некую историю о том, как мужчина, отработав 10 лет после института бизнес-аналитиком, замучился в этой профессии и начал осваивать программирование 1С. Получился мега-классный программист 1С. Ну, через 5 лет он оттуда тоже ушел. Куда? Сейчас поговорим. Легенда там на этом не заканчивается. Вот. В итоге конкретная реализация вам даром не нужна. Следующая история. На проекте у нас есть РПшник. И этот РПшник, он же Техлит. Ну, по сути, ведущий программист, технический лидер. Термин такой. Джави есть, медика нравится. Прошу прощения. В итоге он активно программирует, много программирует. Помогает линейным программистам. А еще его иногда заставляют заниматься руководством проекта. Проводить какие-то отвратительные встречи, разговаривать с мерзкими человеками. В общем, это все его дико бесит. Результаты такого проекта очень близки к нулю. В подавляющем количестве случаев. К сожалению, все, что я рассказываю, почему-то встречается в 1С в основном. На Западе все мы этим уже переболели в Америке, в США. И там никого не удивляет присутствие совершенно, как я вот рассказывал в прошлом видео, отдельного РПшника, отдельного архитектора. Все, там как бы все прошло. Ну, РПшник, сплющенный с ведущим программистом, это, к сожалению, обыденность на проектах по 1С. Но результаты таких проектов, как я уже сказал, они очень быстро теряют управляемость. Следующая веселая история – это мысли пили Техлида и архитектора. На первый взгляд, класс. Техлиду нравится. Его приглашают на совещание. Финансовый директор советуется с ним, как лучше реализовать управленческий учет. Клево, классно, авторитет огромный. Техлид начинает ходить в пиджаке. Вначале он ему жмет, потом тоже жмет, но он уже не замечает. Вот, он лопается от самодовольства. Ну, а проект опять катится в пятую точку. Почему? Потому что у Техлида нет компетенций архитектора. Техлид – это прораб, который руководит конкретными специалистами-исполнителями. Бригадой каменщиков, бригадой электриков. Высокоуровневый прораб руководит бригадирами бригад. Но если Техлид пытается выполнять настройки, главный бригадир пытается настройки выполнять обязанности архитектора, это как-то все плохо заканчивается. Здесь примерно так же. Нет у него высокоуровневого видения, нет у него стратегического мышления и понимания, куда и зачем вообще движется проект. Понимание, как он связан с реализацией стратегии компании, как он должен увеличить ценность компании на рынке, как он должен увеличить силу компании. Нет у него нормальных способностей коммуникации, которые позволяют договариваться с руководством компании. Но есть еще более страшный вариант. Куда более страшный? Я называю его апокалипсиз. Не сиз, а сиз. Апокалипсиз. Апокалипсиз. Вот, да. Можно писать любой порядок букв. Буквы. Да, даже вот так. Апокалипсиз. Это когда он на проекте, руководитель, человек, который стоит во главе проекта, выполняет роль РПшника, Тихлида и Архитектора. Обычно это можно даже назвать вот так. Толку от такого проекта очень мало, если только это не внедрение управления торговлей в компании с пяти человек. Если мы говорим про крупный проект, такой проект обречен с высочайшей долей вероятности. Во-первых, человек физически не успевает на все эти обязанности. Он уже бежит даже не за двумя зайцами, а за тремя зайцами еще пытается подпрыгнуть и ухватить утку за заднюю лапой. А ногами поймать крота. Причем получается какая-то дикая чушь. Чушь и дичь. И проект, как водится, проваливается. Какие еще бывают на проекте проблемы? Даже когда все правильно сделано, пламя с пленера и есть у нас такая проблема, как триумф в надежде над реальностью. А это когда у нас сроки нереальные, либо бюджет нереальный. И мы просто об этом не говорим заказчику. Мы говорим, что сделаем это за два месяца, за два, потом еще раз переносим, и еще раз вроде как заказчик уже за три переноса убил кучу денег, ему уже жалко, и мы надеемся, что над нас он не отпадет. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. И вот так это все переносится, и все это катится в черную бездну. Триумф в надежде над реальностью. Говорите заказчику реальные цифры. Не позвольте. Еще я бы такой выделил, как слава внедрению. Это когда на проект пришел так называемый внедренческий внедренец. Это такой человек, который говорит, что вот сейчас он вам внедрит это ПО, внедрение выглядит следующим образом, как-то поставить коробку, написать какие-то инструкции, не прорабатывая практически ничего. Такие проекты, как ни странно, заканчиваются довольно быстро, люди даже не успевают очухаться, и он уже куда-то исчез в тумане. Почему заказчики на них попадаются? Потому что там не очень высокая цена, и вроде бы как у этого человека есть какая-то массовая репутация, либо это компания. Не в тем. Это выглядит примерно так, когда мы с вами в своем доме обратимся к компании-застройщику и скажем, слушайте, нам надо наверху этого дома бассейна, вертолетную площадку, они даже не прорабатывая никак, как они это будут строить, как повлияет этот бассейн на крышня, валится ли все к нечистому духу вниз, и рухнут ли стены, просто возьмет и начнет строить. А потом, когда все это рухнет, скажет, ох, типа не получилось. То есть, в этом случае просто внедренческий внедренец совершенно не занимался проработкой архитектуры ни на каком уровне, ни на какие связи. Вот вам еще более простой пример отсюда. Приходит такой внедренческий внедренец, у него чаще всего есть хорошие связи с франчайзером, он покупает вам коробку, ставит вам коробку, когда у вас все начинает зависать, он вам говорит, что это временное явление, потом еще зайд в теня. То есть, он совершенно не собирается прорабатывать такое понятие, как производительность и доступность системы, ему на него начихать. Ему совершенно все равно, что у вас сейчас была семерка до того, как вы поставили себе комплексную автоматизацию последней версии. И пользователь у вас количество увеличилось в два раза. И теперь у вас нагрузка на ваш старенький сервер выросла так раза в четыре. Условно. Замера никто не делал, всем нет такой проблемы. Или мы покупаем СРМ, не имея телефонии, мы идем внедрять СРМ без телефонии. В общем, полная какая-то жесть. Внедренческий внедренец. Вот. Еще одна такая забавная ситуация, которая может возникнуть. И я... Фильм. Все. Очень часто на проектах финансовый блок считает себя самым приоритетным. В этом случае бывает ситуация, когда интересы всех остальных служб начинают подчиняться интересам финансового блока, в частности особенно бухгалтерии. К сожалению, это свойственно российским компаниям. Мы изо всех сил начинаем считать, даже думая о том, что не всегда столь важно все это посчитать, как важно иметь, что считать. То есть, в этом случае контур управленческого учета становится максимально приоритетным или даже бухгалтерского учета перед остальным. На самом деле, я хочу обратить ваше внимание, приоритетным контуром является контур оперативного учета. Прибыль генерируется в контуре оперативного учета. Если у вас нет нормального внедрения контура оперативного учета, сколь сильно бы на вас не ругался финансовый блок, вы ничего не сделаете. Начинайте всегда с контура оперативного учета. И старайтесь как бы на проекте, уважаемые коллеги, учитывать интересы всех служб вашего заказчика. Даже там, прости господи, административно-хозяйственного отдела. Недопустимая ситуация, когда вы ставите какую-то службу в приоритет и начинаете работать только на нее. Потому что мы с вами помним, у нас у всех ограниченные ресурсы. Я сам по молодости сталкивался с ситуацией, когда поставил интерес юридической службы в приоритет перед всеми. И резко свалился из внедрения комплексной автоматизации, тогда еще 2.0, на внедрение документа оборот. Ну, в общем, этот проект чуть было не закончился, очень печально. Ну вот, на самом деле, это то, с чем я хотел с вами поделиться. Это некие ключевые ошибки, которые мне мерещатся. Следующее видео у нас уже будет по бизнес-кейсу, как я ранее обещал.